Мы недавно купили, но я уже разыграл. В свои 13 Олег Кириллов умеет не только на компьютере играть. Бубны, рубели, свирели, жалейки и рожки мальчик освоил почти в совершенстве. Русский народный костюм надел еще в первом классе и, уверяет, ни разу не пожалел. Мальчики, да, я считаю волшебные, потому что в таком возрасте играть на Владимирском рожке – это очень сложно. Обычно взрослые мужчины и то жалуются, что они как бы не могут. Все говорят, ой, Владимирский рожок – это просто что-то такое невероятное, это надо очень много учиться. А вот чтобы сыграть на ухвате, лезть, стиральной доске или топоре, достаточно чувства ритма и сценического азарта. Этот номер, шоу на необычных инструментах, в любом городе пользуется огромной популярностью, говорят артисты. Публика рукоплескала в Москве, Тихвине и Анапе. На ура, игру на гвоздях и топорах принимали в Болгарии, Украине и Турции. А эту видеозапись ребята сделали в последней гастрольной поездке. Редкий случай. Редкий сувенир на сцене сельского клуба в Архангельской области. Это большая честь, поясняют музыканты, выступить на родине известного виртуоза Сергея Сметанина. Он, в частности, обладал удивительным умением – играть на пиле. А в Вологде этот, казалось бы, мужской навык осваивает сегодня единственная в ансамбле девочка. Женя Столярова, как только пришла в русский сувенир, выбрала не сарафан, а мужскую рубаху и кирзовые сапоги. Не люблю ни сарафана, ни платья, ни юбки. Никогда не носила. Три раза меня в садике заставили надеть платье, а потом его куда-то за шкаф зашавырнула. Родители через два года нашли и поняли, что бесполезно. Зато в кружок народных инструментов отдали не зря. Здесь Женя занимается уже восемь лет. И на гастролях, когда нужно тащить тяжелые чемоданы, не плачет. А ведь в каждую поездку музыканты берут с собой не меньше 50 килограммов багажа. На ложках играют, щепки летят. За 20 с лишним лет в русском сувенире сломали не один вагон, ложек, трещоток и других инструментов. Поэтому пополнять запасы приходится регулярно. Вот эти трещотки совсем недавно привезли из Нижнего Новгорода. В числе новинок оказалась и вот такая уникальная погремушка. На ней можно играть сразу несколькими способами. Вот только осваивать новые шумовые инструменты ребята будут лишь через месяц. Сегодня последняя репетиция перед каникулами. Следующая встреча уже в августе. Людмила Алексеева, Алексей Романов. Новости Вологде.